МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самарегист мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детской центральной музыкальной школы. Югения Борисовна, Ирина Зигмундовна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ну и давайте, знаете, начнем вот с самого начала, чтобы зрители понимали, рассказываем немного об истории. 115-летний юбилей в 2024 году. Старейшая музыкальная школа, которая сохранилась с начала прошлого века и продолжает работать. Вот в начале программы давайте расскажем об ее истории. То есть как она появилась, какие традиции, какие корни? Ирина Зигмундовна, ну, вам слово. Появилась она в 1902 году. У нас были открыты в городе Самара музыкальные классы при губернском музыкальном обществе. И вот с этого момента началось развитие как бы детского музыкального образования, еще нельзя было сказать, наверное, воспитания, но, по крайней мере, детского музыкального творчества. И в 1909 году с приездом Логовской из Санкт-Петербургской консерватории вот была открыта, ведет свой отчет наша музыкальная школа. Она была вначале вместе с музыкальным училищем, на тот момент колледжем, но школа отдельно существовала, училища отдельно, но они были в одном здании. И только в 1934 году наша школа получила самостоятельное помещение. Поэтому вот в 1934 году она празднула свое уже 25-летие, и историки с этого момента берут отчет. Надо сказать, что, конечно, в самом начале повезло и городу, и школе, и училищу, можно сказать, что приехала целая плеяда педагогов из Санкт-Петербурга, которые вот и начали заниматься музыкальным образованием. Вначале детей, потом студентам, и поэтому задали, конечно, высокую планку. И когда школа отделилась в 1934 году, Надежда Зельмановна Фильштейн, первый директор, создала такой коллектив и условия для работы этих людей творческих. И подняла такую планку высокую, которую мы стараемся держать до сих пор. Ну, по большому счету, получается вот такая непрерывная связь поколений, начиная, в общем-то, с 1902 года, когда, в принципе, начали заниматься музыкальным образованием. То есть в Самаре появилось русско-императорское музыкальное общество. И классы музыкальные были созданы именно при этом обществе. Ну, а вообще, если так вот обращаться к истории музыкального образования в Самаре, то, конечно, корни еще немножко даже глубже. Это середина 19 века, тогда, когда в гимназиях появлялись музыкальные классы. Первые хоровые коллективы были созданы также при храмах, тоже пели всегда. Вот эта культура пошла еще даже раньше. Но уже 1902 год, 1909 год, как год, наверное, от которого берет свою историю детская центральная музыкальная школа. Это такие уже очень большие вехи в нашей музыкальной истории городской. И я на что обратил внимание, вот вы правильно сказали, приехали педагоги, как у уровня, это Петербург. Да, очень важно. Это приехали профессионалы высочайшего уровня, которые сразу и учили вот на этом, то есть задали планку, правильно сказали. Это очень важно всегда. Раньше, собственно, к началу 20 века было две консерватории, Московская и Санкт-Петербургская. Поэтому, естественно, именно эти учебные заведения готовили профессиональные уже кадры для всей России, для всей Российской империи, в том числе и для нашего замечательного города. — Я, знаете, о чем подумал? Вот с учетом такой солидной истории, насколько я знаю, у вас ведь есть даже небольшой музей в детской центральной музыкальной школе. — Да. — Это вот очень логично. — Музей, он же класс. — Так. — Да, то есть там и занятия идут, там все начинается с 1909 года, выставлены. Кто занимался этим все... То есть начало. Начало и дальше продолжение до сегодняшних времен, до наших выпускников, которые сейчас продолжили, продолжают музыкальное образование, уже в этой сфере работают. — То есть, по большому счету, можно прикоснуться руками к истории? — Конечно. — Вот это очень важно. — Руками это нужно обязательно для подрастающего поколения, когда они проходят через этот, назовем его условно-музей, но через этот класс. Где все эти стенды, где у нас лежат вещи какие-то, это и есть воспитание. То есть они смотрят, они рассматривают, они потом задают вопросы, им интересно. — Ну, надо сказать, что еще можно книгу прочитать, которую школа к своему столетию 15 лет назад подготовила. Жизнь длиной в 100 лет. Тоже вот от самых корней, от оснований, от истоков и до настоящего времени. Тоже великолепное издание. — Мы очень много занимались архивами. У нас в Самаре, в Петербурге и в Казани отправлялись. И вот на основе вот этих вот архивных материалов, да, и уже современности. Воспоминания очень много читали наших педагогов прежних. Личные дела их у нас в школе даже находили. Такие судьбы интересные. Там каждый педагог, конечно, достойный какого-то отдельного вечера. И очень часто у нас вот это проходит. Мы какому-то педагогу посвящаем вечер, уже начиная с их выпускников. Потому что живы уже ученики, может быть, их учеников. Но так как все это рассказывается, испокали. — Связь времен продолжается. — Это здорово. Знаете еще, почему? А на самом деле это с точки зрения воспитания вот следующих педагогов очень полезно. Потому что ты понимаешь их судьбу и ты понимаешь, на кого нужно равняться. — Ну, великие работают. — Ну, великие шутки. — Великие, да. — Ну, еще можно сказать, что даже мы не ждали года наставничества. У нас это наставничество всегда было. И я лично это приветствую. То есть молодых педагогов как бы, ну, не прикрепляешь, но их ориентируешь на каких-то педагогов, с педагогами разговариваешь, чтобы они свой опыт передавали именно педагогического мастерства. А вот такие вечера, когда мы вспоминаем педагогов, которых уже нет с нами, но они в нашей памяти, чтобы это передавалось следующим поколениям, они же этого не знают, они этого не видели, они видят уже современное поколение педагогов. А это очень важно, потому что все равно работают их выпускники, и затем у этих выпускников следующие выпускники, это преемственность поколения, вот должна передаваться. В какой-то степени они, кстати, с нами, так и получается, потому что они кого-то обучили, эти люди обучили следующих, а эти люди обучили уже нас. Это так называемая школа. Эта школа, собственно говоря, она и живет. Это очень важно. И они таким образом живут, кстати. Получается так, на самом деле. Можешь того, вот я вот, наверное, тоже продолжу, мы свои генеалогические цепочки тоже прослеживаем. И есть наши мамы, папы, дедушки, прадедушки, так можно отследить свою педагогическую линию. И мы это делаем с удовольствием. Это очень интересно. Да, это очень интересно. И восходит, как вот, я вот тоже музыкант по образованию, у меня восходит лично к Бетховену и к Черни, понимаете? Браво. Такая вот линия. Я думаю, что любой из педагогов, потому что все эти вот цепочки, все корни сходятся в большие такие вот линии, и действительно к классической, великолепной европейской школе. И мы встречались с дочерью первого директора, то есть она живет в Нью-Йорке, но это вот к столетию у нас вообще была целая череда событий таких интересных. Мы делали, да, мы ее пригласили, она приехала и с нами встречалась, много фотографий передала, очень много интересного рассказывала. И даже вот, да, генеалогически небольшое такое древо, да, вот как у Надежды Зелина, дочь ее в Америке, уже внуки ее в Европе, то есть все и переданы нам материалы, а сама она похоронена в Санкт-Петербурге. То есть мы бы, может быть, этого и не знали, но когда начинаешь вглубь идти, это очень интересно нам самим, потом нашим детям, и мы надеемся, что наши ученики, ну, тире дети, да, они, да, это передадут своим детям. Потому что уже вот я даже давно работаю в школе, 41 год, и уже мы же учим детей наших учеников, то есть внуков, и уже даже правнуки приходят, маленькие, смотришь, говоришь, ба, вы уже привели, да, привели уже, говорит, два года пора учить. Это тоже жизнь быстро летит. Вот, кстати, если говорить о сегодняшнем дне, об учениках, а какие задачи стоят перед школой сейчас? И какие вы ставите перед собой, как вы ходите? Задач, очень долго задач. Главная задача, я для себя вижу, что сохранение именно профессионального мастерства в школе, держать вот эту планку, потому что это сложно, это требует неимоверных усилий всего коллектива, особенно педагогического, и вообще коллектива, чтобы из года в год были лауреаты и ездили на престижные конкурсы, на сложные конкурсы, и там побеждали это, и расширяет не только географию, но они привозят новый репертуар какой-то. Ну и мы ими гордимся, и хорошо выглядит в их исполнительском, так сказать, в их исполнении, выглядит хорошо и город Самара, и область, то есть все по такой цепочке идет. То есть чтобы мы хорошо выглядели профессионально. Это, скажем так, все-таки подготовка людей, которые планируют связать свою жизнь с музыкой профессионально, ну в значительности. Ну планируют процентов 10, нет, все не планируют из выпускников, да иногда бывает 12, 15, реже бывает те, кто идут уже непосредственно избирать в своей профессии музыку, то есть дальше продолжают музыкальное образование. Основная масса детей все-таки не продолжает образование, но они это дело любят. Мы их встречаем в филармонии у себя, и иногда в Москве очень часто встречаешь наших детей, которые поступают там в МГУ или куда-то, но они это дело продолжают. И мы когда-то смотрели наших детей, разыскивали, которые занимались композицией, потому что у нас в школе занимаются композицией очень давно, то есть о чинительстве музыки. И выяснилось, что у нас работают в таких компаниях и в Америке, и в Лондоне, и все мы с ними связывались, когда это к 110-летию, к прошлому, так сказать, юбилею. Они говорили, что они это дело не прекращают. У кого-то своя группа создана, кто-то сам, кто-то пишет. То есть музыка идет рядом. Свободное время, да, они там являются ведущими топ-менеджерами, какие-то посты уже хорошие занимают, то есть продвинулись, но они музыку не бросают. Это для нас, я считаю, самое главное – воспитать аудиторию, которая будет любить музыку и посещать все концертные площадки. Кстати, совершенно верно, я вот тоже добавлю, это такой постулат из методики преподавания. Задача детской музыкальной школы, школы искусств, конечно, безусловно, готовить предпрофессионально. Это первая ступень профессионального образования. Но еще не менее важно воспитать культурного слушателя. Вот те 90%, которые не пойдут, например, в музыку, но они ее понимают, они ее люди, они уже другие люди. Согласен. И, кстати, это очень помогает делать карьеру, потому что музыка действительно развивает мышление. Но это как бы тем отдельная беседа. Но, кстати, если говорить о воспитании и о развитии, вот я обратил внимание, когда к программе готовился, что школа занимается непрерывным художественным образованием детей от 2 до 18 лет. Вот меня мысль такая мучает. В 2 года-то чему начинаете учить детей? По уставу до 21 года. Даже до 20? Да, раньше было до 18, сейчас до 21 года. Да, мы планку эту спускали постепенно. То есть вначале было, это уже лет 35-то точно, если не больше. Мы учили 6-летних детей, потом 5-летних, 4-летних. Их 4-летних давали специальности, потом от этого отказались. Потому что мы экспериментируем тоже всегда. То есть выбирали, что так более разумно. Ну, 2-летний баллыш, он же баллыш. Да, но мы с 2-х лет. Это инициатива у нас есть такой творческий очень человек, Екатерина Владимировна Пантелюк. Она очень любит это дело. И она говорит, это будут гениальные дети. Она меня убедила. Я, честно говоря, была против. Потому что японская система, она с 3-х лет обучения. И как-то я вот была приверженец этой системы. И мы попробовали. Это действительно дает свои результаты. 2-летние дети же еще не все говорят. Вот. Они приходят многим. И удивительно, они вот на урок начинают быстро говорить. То есть у нас и предмет называется риторика. Они сидят с мамами, папами или бабушками, кто проводит за партой обязательно. И вот они все это, грамотно учим их, строит речь. То есть, в принципе, мы начинаем готовить учеников для себя. Таких, какие нам нужны. Ага, вот так лучше. Это если, да, сказать так коротко. Хитрость такая вредная. Да, чтобы они были все-таки развиты дети. А в конце года они прощаются. Они уже как бы вступают в семью учеников настоящих. Прощаются с бабушками. Да, вешают за плечики рюкзачки. И уже без мам, без пап. Они прощаются с мамами, с папами. Они понимают, что дальше они уже учатся сами. И все уже у них начинается предмет музыки. И в три года они уже взрослые люди. Да, они учат интервалы, учат петь, все нотки. Все-все-все. К концу, уже трехлетние дети, к концу года они уже все это знают. Могут и пропеть, и отгадать. На самом деле мозг очень пластичный у детей. Поэтому они все очень быстро воспринимают и двигаются. Прям мы радуемся, приятно. Как повезло детям, которые к вам попадают. Я себе вот на этой мысли поймал. Ну, славная история у детской центральной музыкальной школы. Великие педагоги. А что делается для повышения мастерства современных преподавателей? Уровень я понял. Потому что когда преподаватель убеждает директора начать брать детей в два года, ну, понятно, что это человек творческий и однозначно неравнодушный. Потому что равнодушный педагог, он не стал бы это делать, сказал, как есть, так и есть. Ну, вот что вы делаете для того, чтобы развивать своих преподавателей? Повышать мастерство, так сказать. Вы имеете в виду, как я их стимулирую или как я их убеждаю. И стимулируете, убеждаете. Мы делаем то, что самое главное, создать такую рабочую обстановку, когда и конкурентную в хорошем смысле, чтобы люди, люди должны конкурировать. Это двигатель и прогресса, и роста, и всего. И у нас в школе проходит очень много семинаров областных, которые мы проводим. Бывает, что один день, бывает два дня мы проводим. Ну, учить, я не знаю, как мы делимся своим опытом. Это тоже очень двигает педагогу, потому что выбирается какая-то тема, и все над ней работают по отделениям, или бывают смежные виды искусства. Только так можно добиться результата. Это должна быть рабочая обстановка в школе. Ну, и, конечно, надо добавить, что преподаватели детско-центрального языка, детальной школы, да, участвуют и в повышении квалификации, в курсах и подготовки, и мастерства, и в классах в определенных. Ну, конечно, и результат у них тоже высокий. Обязательно скажу, что ежегодно, да, становятся победителями регионального конкурса лучший преподаватель детской школы искусств. Есть такие победы на федеральном уровне. Педагоги тоже неоднократно становились лучшими в Российской Федерации. Ну, и очень приятно, что вот буквально в прошлом году была учреждена президентом Российской Федерации специальная федеральная премия для лучших преподавателей в середине музыкального искусства. Вот это очень хорошо. Слово премия. Да. И горжусь тем, что уже три преподавателя из Самары такую премию получили. И первый из них, замечательный педагог по классу Виланчелли из детской центральной музыкальной школы, Ольга Михайловна Золотова. За Ольгу Михайловну нужно порадоваться. И за школу в целом. И за школу в целом. Мы делаем в таком конкурсе. У нас есть лучшие педагоги России. Их три. Вот, к сожалению, недавно ушла из жизни, покинула с Марией Ивановной Богдановой. Очень жаль. Такое прям ощущение, что какой-то кусочек от школы отвалился. И Ольга Михайловна Золотова, и Лена Тарасовна Панкрадова, они носят звание лучший педагог России. И, кстати, их школа тоже вошла в топ-50 лучшей школы России у нас в 2018 году. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он очень интересный, тоже важный, касается развития школы. Затем продолжим нашу беседу. Девятилетний музыкант Станислав взял в руки саксофон три года назад. Тогда ему не повезло с учителем, в его способностях засомневались. Но позже он попал к педагогу с 30-летним стажем Олегу Апарину. И стал одним из лучших юных музыкантов в Самаре. Как отмечают сами преподаватели, большое значение для учеников имеют инструменты, на которых они играют в школе. Главный инструмент, потому что, когда приходит первоклассник, и у него не получаются первые звуки, отбивается интерес. Вы знаете, сейчас вот не только технологии пошли вперед, сейчас пошла и музыка. Когда я учился в консерватории, у нас был лимит на духовые инструменты с девяти лет. Сейчас мне приводят шестилетки, я понимаю, что они творят чудеса. Вместе со своими учениками наставник осваивает новые инструменты. Их школа получила благодаря национальному проекту «Культура», который был разработан по указу президента Владимира Путина и реализуется в Самарской области под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона возглавляет в Госсовете рабочую группу «Культура» и уделяет особое внимание оснащению школ новыми инструментами. Среди новинок в школе аккордеоны, саксофоны, рояли и даже свеженапечатанные ноты. Для учеников и преподавателей это настоящий праздник. Всего в Самаре 26 школ искусств. Из них выбрали 4 учреждения дополнительного образования, которые оснастили необходимым оборудованием. Обращали внимание на опыт и профессиональную подготовку, проверяли сложность обучающих программ и квалификацию педагогов. Мы понимаем вместе с руководителями школ, с педагогами школ, что вот это такое вот обновление масштабное, оно именно для наших детей. И национальный проект культуры, ну вот эта его часть, ну совершенно действенная, понятная, эффективная и доступная буквально очень-очень многим детям. Вот важнейший вопрос. В школе ведется обучение на 16 инструментах. И качество инструментов, безусловно, очень влияет на качество образования. Потому что чем выше класс инструмента, тем, соответственно, я предполагаю, что и на нем учиться лучше. Вот что для этого делается? Мы увидели, да, и участие в нацпроекте. Вот что делается для того, чтобы обновлять этот ноут? Вот уж, простите за такое слово, парк инструментов. Нет, парк нормальное слово. Это нормальное слово. Давайте я вот, наверное, начну. Вот в целом расскажу, и Ирина Зимна продолжит как бы мысль. Детская центральная музыкальная школа в числе первых вошла в число участников национального проекта. Это был 2020 год. Получив на сумму больше, чем 5 миллионов рублей, и приобретя очень хорошие музыкальные инструменты самых разных производителей. Но, опять же, вот скажу, уже сегодня, на сегодняшний день у нас уже 14 школ оснащены музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. И общая сумма почти 80 миллионов рублей на это направлена в рамках национального проекта «Культура». Вот ощутимо пополнился, ощутимо обновился вот парк музыкальных инструментов. Ну и, конечно, центральной музыкальной школе тоже удалось приобрести хороший инструмент. Ну, наверное, вот можно об этом рассказать. Два рояля приобретено. Мы рады очень, что этот национальный проект стартовал, и мы в него вошли. Это был 2020 год, год пандемии. Конечно, все проходило достаточно сложно, но очень продуктивно. Мы, самое главное, приобрели два новых рояля для зала, потому что у нас огромное количество концертов проходит, и, конечно, рояли изнашиваются очень быстро. Это очень дорогостоящий инструмент. Так, я ставлю одну из приоритетнейших задач, конечно, приобретение вот этого, как вы сказали, парка музыкального, чтобы были качественные инструменты, потому что для того, чтобы было качество образования, нужны качественные инструменты. Вот если говорить как раз о роялях, то есть рояли изнашиваются, потому что много концертов, много работают. И вот если говорить о концертах, я обратил внимание, что в Дзевской центральной музыкальной школе регулярно проходят концерты под названием «Играет наш выпускник». Вот расскажите о ваших выпускниках, об их достижениях. Ну, выпускников у нас очень много. На данный момент 43 выпускника у нас продолжают музыкальное образование средних и высших учебных заведений нашей страны, ну, еще и даже зарубежья. То есть, и очень многие выпускники хотят играть у нас. Даже эта инициатива не от нас идет. У нас началась инициатива, когда мы стали делать целые афишные концерты наших учеников. То есть, это произошло буквально лет, наверное, 8 назад. То есть, это действующие ученики, когда можно прийти и послушаться? Да, это ученики, которые играют целый афишный концерт. Сольный концерт. То есть, от 40 минут до полутора часов. И потом, естественно, они заканчивают уже участие в Московской консерватории, в училище в Москве или в Санкт-Петербурге. Они приезжают, и мы с ними связь поддерживаем. Они просят, можно мы сыграем в школе, в родной? Конечно, мы это разрешаем. И у нас вот такая традиция сейчас, когда наши выпускники играют тоже такие же афишные концерты. Но кроме этих афишных, для нас очень важно, что играют ученики. Что ученики уже могут играть целое отделение или прям полноценный концерт. То есть, вот такой у них богатый репертуар. Это их стимулирует. Это очень хорошо. То есть, мы же тоже развиваемся, что-то придумываем. Что-то у нас уходит, а что-то остается, а что-то дальше развивается. Ну, у вас и мастер-классы, насколько я знаю, проходят очень серьезные. Вы приглашаете... Ну, у нас начинается все с отделенческих. У нас эта работа всегда проводится. Мы особенно, даже и молодых педагогов, и педагогов уже со стажем, с большим, и с опытом. Мы ставим иногда в параллели, чтобы они давали какую-то тему, разрабатывали. Потому что, чтобы учиться друг у друга, вначале на отделении, потом на город и на область. И очень часто наших педагогов приглашают в другие города и даже регионы. В Нижегородскую область, в Московскую область. Вот Тольятти регулярно приглашают наших педагогов с мастер-классами. Кеннель, Жигулевск. То есть, когда к нам обращаются, мы тоже такую работу проводим. То есть, делимся своим опытом. Ну, такое кураторское. Концерты, насколько я знаю, проводятся не только на базе детской музыкальной школы. Ведь и филармонии, по-моему, предстоит концерт. Давайте расскажем об этом концерте. Дело в том, что у нас такое большое количество площадок. Сейчас модное слово проекта. Да, мы их в проекты вписываем. Очень большое количество концертов, извините. И мы ищем площадки. То есть, мы и в губернтской думе, мы куда только не ходим. И можем в банки, где есть рояль. И ходим и в театр оперы и балета. И филармонические утренники. Наши дети регулярные участники этих концертов. Художественный музей. Музей модерна. То есть, институт культуры, помещения. Где только мы можем, мы везде играем. Поэтому, естественно, филармония – это самая ответственная площадка. И сцена большая, и наполняемый зал. Мы там всегда бываем раз в пять лет. Вот сколько я уже, 35 лет. То есть, семь концертов у нас там было. Но последние два юбилея у нас как-то вот так получалось. И хорошо, что так получается. Накануне юбилея у нас тоже филармонический концерт. Перед 110-летием был «Самарская мелодия». А вот в прошлом году у нас был, Евгений Борисович, да, может сказать, «Рахмайновская весна». То есть, концерт, посвященный 150-летию со дня рождения Рахмайнова, это очень большие площадки. Юбилейный концерт у нас всегда. И полные залы. Проходят. Филармония. Всегда. И в этом году будет два дата. В этом году, когда? Возьмем даты, да. Восьмого и девятого апреля у нас будет два вечера. Первый. Восьмого апреля у нас будет вечер посвящен нашим выпускникам, которые сейчас являются студентами, аспирантами консерватории. В основном эти будут, потому что не вмещает, конечно, программы концерта всех выпускников. Но многих мы пригласили. Все так с удовольствием откликаются, что приятно, что наши, так сказать, зайцы-питомцы продолжают общаться со своей родной школой, с Альма-Матер, так сказать. А девятого будет уже наш праздничный концерт нашей школы, уже силами учеников школы. Так что я всех приглашаю, пользуясь случаем, посетить наши концерты. Они бесплатные будут в 17.00. И осталось совсем немного времени. Вот очень кратко вопрос от родителей. Когда начинаете набор детей и куда обращаться, чтобы попасть к вам на обучение? Потому что то, что вы рассказали, ну очень интересно двухлетку дать и вырастить из него такого умного человека. Нет, в подготовительный класс у нас набор идет весь май месяц. Так, в мае так? В мае до середины июня месяца мы принимаем заявление. И иногда еще бывает, что и последние ДКА до августа тоже мы принимаем заявление. Основной набор, конечно, у нас все-таки из подготовительной группы. Я сразу предупреждаю, что у нас очень мало детей приходит со стороны, которые не имеют подготовки в нашей школе. То есть желательно в подготовительной группе? В мае всего, в мае мы принимаем заявление. Ну надо понимать, что это конкурсный отбор. Конечно. Так называемые творческие испытания, прослушившие детей. Ну это музыкальная школа. И выявление их способностей для того, чтобы они учились уже в музыкальной школе. Ну а если кому-то все-таки не удастся поступить в детскую центральную музыкальную школу, то у нас есть еще 33 музыкальные и художественные школы искусств, которые тоже готовы открыть свои двери для наших самарских ребят. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Уверен, что родители обязательно отведут своих детей в музыкальную школу, в ту или иную. На самом деле это не так важно. И они вырастут хорошими, умными и образованными людьми. Обязательно надо учить своих ребят музыки. Замечательно. В нашей студии были Евгений Мищенко, заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики администрации городского круга Самара и Ирина Кузнецова, директор детской центральной музыкальной школы. И приходите все 8 и 9 апреля в филармонию на концерт. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok